Где чиновники работают эффективнее? Ответ на этот вопрос подготовил начальник департамента внутренней политики Альберт Короленко. Уже пятый год регион ставит оценку работе органов местного самоуправления. По результатам мониторинга 70% ивановцев властью на местах довольны. Из положительных моментов в жизни общества в 2012 году отмечают рост зарплаты учителей на 22%, появление дополнительных мест в детских садах, приток инвесторов. Есть и негативные тенденции. Отмечается высокий уровень сокращения численности индивидуальных предпринимателей в связи с увеличением размера страховых взносов в Пенсионный фонд России. Только в 10 муниципалитетах предусмотрено финансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства. Сохраняется проблема доступности дошкольного образования в ряде городских округов и муниципальных районов. Отмечается сокращение сети муниципальных учреждений культуры, а также количество проводимых мероприятий. Отчитываться районным чиновникам пришлось по самым разным показателям. Некоторые к мониторингу отнеслись формально. Анекдотичные ситуации возникают каждый год. Нулевой показатель доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в Верхнеландиховском районе в 2011 году, был обоснован отсутствием проведения мероприятий по оценке их состояния. Знаете, почти как в том анекдоте про Петьку и Василия Ивановича. Петька, приборы 200. А что 200? А что приборы? Вот и в этом году в сводках с дорогами царила неразбериха. Например, в Шуйском муниципальном районе 100% дорог не отвечают требованиям качества. Тогда как в Тейкове этот же показатель равен нулю. Так, по данным администрации Путческого района, протяженность дорог местного значения составляла 0,45 километра. И когда им на эту протяженность насчитали соответствующую сумму субсидий, то, естественно, цифры сразу встали на свои места. Так зачем их сюда давать, центральные органы государственной исполнительной власти, такой бред писать? Или подписывать, не читая, не знаю. Хотя фактически протяженность этих дорог составила 78 километров. Доклады об эффективности работы чиновников на местах каждый год необходимо предоставлять в правительство Российской Федерации. К октябрю департамент внутренней политики должен доработать документ с учетом поправок. Пока, согласно мониторингу, эффективнее всего работают чиновники в Иванове, Савинском, Ильинском и Вичугском районах. Городской округ и три района получат поощрительные гранты.